Называется Ruta Vega. Это брюква. Купила я брюкву на этой неделе. Кстати, Квебекская. Производство Квебекская. Хотя я и на поднашенном в Антарио. Так что вот брюквочка. Вы знаете, она из семейства капустных. Двухлетнее растение. По большому счету я знаю, что оно считается... Ну, многие считают его как кормовой едой. Но также это и обычная еда. Значит, брюква получилась, в принципе, что очень интересно. ГМО такой. Брюква получилась от скрещивания репы и белокочанной капусты. То есть мы уже понимаем, что, в принципе, это репа и белокочанная капуста вместе. То есть, в принципе, можно есть даже в сыром виде. То есть это сразу нас надвигает на то, что можно, в принципе, делать салат. Я, кстати, даже сразу зашла и посмотрела. Видела, девочки делают просто... Значит, натирают ее на терочке. Делают с яблочком или с морковочкой. И, в общем-то, соус уже какой вы любите. Такой вы можете использовать. Так, что еще вам рассказать? Ну, на самом деле, у нее, как бы, считается, что есть полезные свойства и немножечко опасные свойства. Единственное опасное свойство – это в том, что брюква является таким растением, насыщенным количеством, с насыщенным количеством клетчатки. Поэтому это, в принципе, может негативно влиять на состояние пищеварительной системы. То есть те люди, у которых есть желудочно-кишечные, ну, вот, заболевания желудочно-кишечного тракта, лучше, конечно, поменьше это употреблять. Но, в принципе, это единственный, как бы, минус. То есть, по большому счету, она содержит в себе, конечно, сахара много, как и любые вот овощи такого вот плана. Белки, клетчатка, крахмал, пектины, витамин группы В, аскорбиновая кислота, да, то есть витамин С. Это каротин, минеральные соли, калий, там, фосфор, натрий, железо, микроэлементов кальция. Благодаря чему, в принципе, является хорошим средством для лечения больных, страдающих вот размягченными костями, размягчением костяной ткани, да, вот этого плана все. В общем, еще вот, если мы берем, допустим, семена брюквы, если мы уже так рассматриваем этот продукт, да, то, допустим, в старые времена использовался еще также в лечении корень. В лечении использовался для детей, для полоскания рта, горла, при всяких там разных воспалительных процессах. Так что вот корнеплоды тоже были, так сказать, ну, не корнеплоды, а вот семена, да, лечебными. А сами вот корнеплоды мочегонные, то есть, как бы, также оказывают противовоспалительное такое вот действие. Ну, и, как я говорила, сок брюквы эффективное средство для заживления ран, то есть, в принципе, он имеет такой вот очень лечебный характер. То есть, в старые времена, скажем там, да, это был просто, в общем, панацея от очень много, типа подорожник, да, плюнул, приложил, но, в принципе, то же самое, сок очень такой вот полезный. В общем, состав вот всех вот этих микроэлементов вместе в брюкве способствует нормализации деятельности заживлудочно-кишечного тракта. Так что брюква, в общем, это панацея от всего. Поэтому для меня этот продукт новый, я вот все, что о нем изучила, вам рассказала. Вот, можете, естественно, почитать в интернете, очень много информации есть о нем. Поэтому, если, кстати, у вас есть какие-то рецепты, которые лично вы готовили, знайте, поделитесь, потому что в данном случае, в принципе, я, так как и для меня, да, это, в принципе, будем говорить, капуста такая. То есть, я буду делать из него, сразу вам говорю, салатик попробую сделать. И, в принципе, я так понимаю, что его можно и в суп использовать, и тушить, вот. Но, в общем, короче, будем есть, потому что наступает зима, помидоры, огурцы дорожают, и надо переходить на какие-то другие салатики. Вот, обычно мы переходим на кислую капусту, салат, да, или мы делаем разные, в общем, там, типа, вот, ну, типа, как винегрет, только лишь вот без некоторых составляющих, да, потому что все такие зимние овощи туда входят. Вот, и, в общем, я думаю, что брюква станет одним из продуктов, который мы тоже будем использовать. Поэтому, ребятки, вот, добро пожаловать, так сказать, будь здоров, Габриэль, сейчас будем кормить тебя брюквой, чтобы ты не чихала, потому что панацея от всего, так что, вот, брюква, 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 для вас это был репортаж о брюкве, будьте здоровы, бай-бай. Спасибо. Спасибо. Спасибо.